доброго дня всех витаю давайте проверим связь пожалуйста те кто сейчас эфир смотрит прошу написать как слышно потому что слышимость это у нас основная проблема давайте проверяем связь как слышно добра прошу сообщить еще раз как слышно напоминаю что тема у нас сегодня эта ситуация в азовском муре чего можно ожидать ну и второе вторая тема это накопились вопросы по иловайску я их выписал систематизировал и тоже сегодня дам ответ но я думаю что в эфир уложимся в полчаса я еще надеюсь что детям рассказать сказку они у меня сейчас последние дни дома находятся в школу еще не пошли поэтому я постараюсь вас сильно сегодня не задерживать нормальная связь да добрый ну давайте начинаем значит по азовскому морю ситуация в общем то тревожная очень много украинцев уже достаточно длительное время интересуют интересуются что там происходит потом люди стали спрашивать почему нет реакции власти и не получится ли так что мы сейчас потеряем вслед за крымом вслед за частью донбасса еще и акватории азовского моря ну давайте сначала для тех кто нет не очень помню что там произошло и в чем суть кризиса напомню хронологию значит еще раз давайте договоримся я сегодня выступаю в качестве народного депутата я первый заступник головы комитета испытаний нацбезпеки и обороны поэтому в общем-то выражаю свою официальную позицию и отличая за каждое слово ну давайте посмотрим началось все задержание украинскими пограничниками нашими рыболовецкого траулера норд то есть экипаж в составе 10 россиян обвинили в том что он нарушил порядок въезда на оккупированную территорию то есть зашел в крым и выезды из нее ну и потом с апреля 2018 года фсб управление по крыму самозванное заявил о том что будет бороться через браконьерской деятельностью и начались очень серьезные задержки как украинских судов так и судов международных иностранных которые шли наши порты бердянска мариуполя каким образом что они делали ну во первых очень долго люди людей держали под крымским мостом задерживали суда прямо в акватории досматривали по несколько суток если украинский экипаж то проверяли даже нет ли на теле наколок патриотической направленности там правый сектор либо там слава украине выясняли не воевал ли человек добровольческие формирования если это иностранные суда то рекомендовали как бы им не иметь дело с украиной то есть целью абсолютно понятно экономической было заглушить торговлю в наших портах загружить вывоз стали загрузить загружить транзит и транспортировку грузов нанести экономические убытки плюс стало резко увеличиваться количество кораблей в азотском море то есть прибыли и те корветы которые бомбардировали сирию и десантные корабли и катера из каспийского моря перебазировалась флотилия и получилось что на азовском море колоссальная перевога сил у врага и на вопрос людей к пограничникам на вопрос людей к военным а почему вы этому не препятствуете был ответ ну ответ достаточно простой что вот заявили о том что россия действует в рамках морского права когда пограничники досматривают украинские суда следующий через керченский пролив это заявляли разные должные лица и пограничников и министерство по делам оккупированных территорий почему это все происходит дело в том что существует так называемый договор о совместном использовании азовского моря то есть если кто не знает на четвертом году войны у нас до сих пор есть договор по которому мы вместе эксплуатируем используем азовское море и она считается внутренними вводами по сути и россии и украины одновременно значит но этот договор у нас если вы помните есть еще договор по дружбу с первобиднество и партнерство между украиной российской федерации то есть у нас на четвертый год войны когда гибнут наши хлопцы у нас идет вот такая вот юридическая штука почему этот договор существует ну и что конкретно он дает россиянам еще раз договор между украиной и российской федерации про спиробиднество выкористане азовского моря и керченской протоки по этому договору наша граница там по азовскому морю проходит фактически по кромке прибоя то есть они могут подойти хоть там на два метра есть у них там позволит судно до нашего берега принципе мы можем сделать то же самое только у нас там суден то нет и поэтому если сейчас порошенко потрясает кулаком и грит что мы будем с этим бороться то возникает вопрос то есть без динансации этого договора все действия по отношению к российским фсбшным кораблям ну могут быть признаны незаконными актом агрессии и так далее и тому подобное почему он не динансировал в пятнадцатом году группа депутатов народного фронта подала законопроект о динансации этого договора однако этот законопроект несмотря на то что автор руби который стал голове фонарады так и рассмотрен за три года потому что министерство основных дел сказала а вдруг нам заблокируют порты ну в переводе а то путин нападет и имея этот договор уже значит мы не могли имея вернее этот законопроект другой альтернативный законопроект подать мы не могли сейчас когда возникла ситуация это я лично как народный депутат и мои коллеги с фракции самопомощь подали законопроект в июле начале июля следующего содержания это постанова верховной рады значит взважаючи на тэш от им часов оккупация автономной республики крым и одним из наследков сгройной агрессии российской федерации против украины як раз почалася 20 лютого 14-го року наголошуючи на том что споруджение через керченскую протоку мосту який взятнав тимчасово оккупованной российской федерации автономную республику крым татаманский пиостр российской федерации е кричущим порушением норм международного морского права та втручанием у выключенной экономичной зоны украины за огляду на систематичное нарушение судоплавства затримания та перешкоджания федеральной службы обеспеки рф судно заходом в порты украины на украинском море верховная рада постановляет то есть это такой проект постановы президенты украины поддаты до верховной рады украины проект закону про денонсацию договору между украиной та российской федерацией про спивробительство выкористание азовского моря и керченской протоки сейчас это прерогатива по новому законодательству президента поэтому мы требуем это от него дальше президенты украины обратиться с позачерговым посланием верховной ради и рассказать как он теперь собирается действовать каким образом он собирается внутренние и внешние загрозы отбивать от украины в связи с тем что за четыре года под идиотское хихиханя барахаботов лидеров мнений и продажных бледей очень многих депутатов построен крымский мост помните все эти ха ха хи хи он развалится там мыши братья макшане ничего не построят и вот под этот идиотский смех никаких там мероприятий диверсионного характера не проводилось и они в итоге его построили так вот теперь раз они контролируют таким образом азовское море что теперь делать мы хотели бы президента это послушать ну и третье мы требуем прибыть министра обороны на заседание и рассказать тоже как он будет действовать то есть мы документы подали однако было заявление зеркаль заступника министра иностранных дел о том что не будет украина разрывать этот договор причина одна россия якобы тут же предъявит свои претензии но дело в том что тоже такую же ересь рассказывали например та же самая ирина герасченко порошенковская депутат о том что нельзя расторгать большой договор с россией якобы тоже будут предъявлены территориальные претензии а сейчас порошенко спокойно это откидывает и нормально готов его расторгать в общем бла-бла-бла без расторжения этого договора любые апелляции к международному праву является недействительными потому что по мнению тех же пограничников украинских действия россии получается закон поэтому пока не будет динансирован этот договор мы ничего в данном случае из того что отмещает потрясаю кулаками порошенко сделать не можем ну вот давайте что сделал порошенко он собрал рнбо и заявил я не собираюсь с этим мириться и твердо убежден ситуация которая складывается является категорически неприемлемой поручил подготовить соответствующее заседание совета нацбеспеки прошу министерства на основных дел как можно быстрее внести свои предложения ибо противоправные коварные действия москвы в этом регионе не должны не будут оставаться безнаказанными и здесь нужна ваша помощь провели здесь учения наши войсковая и значит заявить сделал заявление клинкин о том что якобы будут разные методы использовать для того чтобы этому помешать еще раз пока сами украинские власти заявляют о том что в лице наших пограничников лице наших путей умов на наших имею ввиду министерство по делам оккупированных территорий потому что его так в народе называют министерство оккупации значит пока этот договор не динонсирован и наши официальные лица заявляют что это все законно все это бла-бла-бла да действительно можно на берегу развернуть нашу там группировку готовятся отбить нападение но дело в том что не факт и мы не знаем как россия будет действовать вполне возможно что она будет именно так экономически удушать поэтому в обязательном порядке необходимо расторгнуть этот договор все эти заявления нужно рассматривать через призму например сегодняшнего сообщения министерства министерства экономики о том что первое место по инвестициям в украину заняла российская федерация думаю всем понятно после этого цену всем этим заявлением то есть страна агрессор который четвертый год ведет войну который якобы борется пламя на порошенко и рассказывает что они макшане мыши братья мы там скинем оковы официально у нас получается россия главный инвестор в нашу экономику и думаю после этого этим словам в очередной раз понятно что немая никакие никакой цены что еще по поводу военного аспекта смотрите у нас сейчас такая ситуация что флот по сути и очень слабый флот ну самый слабый в акватории по сути находится в одессе значит есть два варианта либо строить корветы для азовского моря потому что мы должны иметь возможность защитить наши граждане защитить нашу экономику защитить нашу страну либо создавать москитный флот москитный флот это гораздо более дешево это очень интересно почему потому что существуют сейчас современные системы те же самые противокорабельные ракеты которые можно разместить именно на кораблях на судах москитного флота то есть маленьких суденышек значит их можно сделать очень много и закупить и наштамповать значит у нас есть для этого все и заводы и принципе это какой такой адекватный и асимметричный будет ответ то есть нам необходимо динансировать договор нам необходимо после динансации договора обращаться в международную международным инстанциям с требованием вмешаться значит потому что тогда уже действия россии будут незаконны и нам необходимо быть готовым к тому что применено на силу ответить силы но что у нас получается корабли суда для азовского моря у нас по заявлениям готовит ленинская кузня это завод в киеве который владеет одновременно порошенко экономика все вы знаете кто не знает сообщаю что производство там налажено в том числе таких судов как гюрза значит гюрза это такие речные кораблики которые принципе и для азовского моря вполне подойдут но основная проблема первое то есть у нас окажется нет средств доставки нормальных надежных этих судов на азовское море да кстати я хочу сказать про работам которые будут час после этого об искать легковерных людей и обманывать украинцам рассказывать что семенченко выдал секрет что там средства доставки это пишут любой прессе это можно погуглить поискать значит но проблема то в общем то не в этом значит у нас уже несколько лет мы не можем получить бесплатно от соединенных штатов америки патрульные катера то есть что имеется ввиду из сша сша готовы нам передать два патрульных катера как раз класса island и обучить экипажа полностью значит но это такие 30-ти метровые катера значит они были на службе береговой охраны сша и там стоят полку в порту балтимора заговорили еще в четырнадцатом году сразу после аннексии крыма что можно вот в помощь украине для развития москитного флота дать эти катера в то время их начали уже выводить из состава береговой охраны сша значит и потом как выяснилось три года с четырнадцатого года велась переписка между нашими странами о том что эти катера нужно передать помните историю что порошенко собрался вертолеты из канады еще там что то здесь вот тоже самое это по дорог нужно только лишь заплатить тут совсем немного денег для того чтобы их сюда доставить расконсервировать там и прочее значит почему это происходит ну журналисты схем разбирались и выяснили что получается что если бесплатно принять эти катера то это будет сбивать гешефт торговлю заводу порошенко и каноненко который хочет свои грузы продавать государству поэтому бесплатно помощь сша государство наше не получает из-за того что наши высшие взрослые лица хотят обворовывать нашу страну и наживаться ну смотрите за доставку и расконсервацию двух катеров island примерно нужно заплатить по мнению схем 10 миллионов долларов 5 миллионов за каждый при этом он на уровень выше по кладу по характеристикам чем то что у нас производится значит один island месяца сход с расходами на транспортировку обучения моряков и военное оборудование обойдется украинскому бюджету в 6 раз дешевле чем подобный как катер с слабыми характеристиками построены на нашем заводе значит что касается цен на я думаю что вы можете поставить по какой цене продается это не будем сейчас загромождать эфир кузней заводом порошенко и каноненко эти корабли непосредственно нам государством но мы видим что москитный флот не только не развивается а и к сожалению отвергается помощь сша по сути я думаю что они очень удивлены почему общество волонтеры военные просят помощь а президент порошенко и бюрократы его подведомственные делают все для того чтобы этой помощи не получить если все про анализировать то нельзя не согласиться с заявлениями одного из американских экспертов я тут прочитал этого мнения глин ховард значит что он говорит он говорит что даже 10-летний мальчик играющий в шахматы мог предвидеть что построив кешенский мост россия постарается закрыть пролив что дальше будет с украинскими кораблями с торговли но это стратегия удава то есть которые постепенно будут удушать здесь нашу экономику и возможно военная тоже агрессия и к сожалению не было сделано ничего не было сделано обращение к международным организациям мы не получили вот эти катера типа island у нас не развивается нормально концепция не выделяется достаточно средств на развитие москитного флота и прочее 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 но минобороны рассчитывают что катера island у нас появится во второй половине 19 года но кто будет ждать агрессор он не ждет он действует уже сейчас значит что он предлагает принципе с ним согласен доставить грузу и развивать москитный флот в озомском море чтобы укрепить оборону мариуполя и бердянска забрать непосредственно американские катера динансировать договор чтобы дать возможность нашим войсковым и пограничникам адекватно все это реагировать попросить сша помочь в оон через конвенцию по морскому праву но мистер ховард утверждает что климкин ни разу сша по сути об этом не просил можно долго об этом разговаривать но давайте подводить итог угроза нашей экономики угроза нашей национальной безопасности в азовском море существует адекватно отражать реагировать на эту угрозу мы можем но к сожалению не порошенко не министерство обороны ничего для этого не делает включая министерство национальных дел и в последнее время она пыталась все это замалчивать и даже говорить что это просто напросто крик который подняли из рада филы вот вспомните иловайск 14 год когда журналисты висковые я тоже самое там будучи раненым находясь в госпитале кричали пока было время сейчас может быть котел и беспрепятственно прошла российская армия от границы за те три дня когда ее можно было остановить никто их не останавливал взяла в котел а что нам по телевизору рассказывали когда шел парад помощь идет лысинка нам рассказывал все нормально это пара хаботы вернее это зародофилы там и так далее и тому подобное поэтому меры которые нужно принимать это динонсировать договор развивать наш флот это немедленно обращаться между нами станции и прекращать прятать голову в песок хотя для людей которые могут спросить уже у нас такие идиоты у власти которые это не делают я хочу обратить внимание на то что когда речь идет об обогащении собственном они замечательные умные люди когда речь идет о интересах страны нужно вспоминать что заявление про то что мы воюем и что это вековечный ворок это одно а данные статистики о том что россия вышла на первое место в инвестициях украину это неумолимая логика и вот чего там можно ожидать чего угодно будем отслеживать ситуацию будем вас информировать будем надеяться что перед выборами полного идиотизма там порошенко не допустит пока больше ничего сказать по этому вопросу не могу вторая часть нашего эфира это вопросы по иловайску которые были я разбил вопросы на три части извините если чей-то вопрос не заметил вы можете оставить свои вопросы по азовскому морю по иловайску тоже в комментариях сюда и я завтра выйду в эфир где-то в 7 8 и на эти вопросы отвечу найдем еще куда тема для разговора раз блокируют нас под административным телеканалом будем общаться через мордокнигу ну разделены три части каверзные вопросы общие вопросы и сам иловайск давайте начнем с самого иловайска про потери когда речь идет потом 300 с лишним человек люди говорят какие то есть дивные цифры вот разу после трагедии сами бейцы называли число не меньше тысячи человек первое 300 погибших это не все сюда еще нужно добавить во первых людей которые пропали без вести если сложить два этих числа получается порядка 500 человек 300 366 официально погибших и сто пятьдесят восемь пропали без вести а это почти 500 человек на почему говорили тысячу во первых существуют еще люди которые не были оформлены это больцы добровольческих подразделений которые не были оформлены в официальных организациях это волонтеры и существует еще события не только выхода из котла а самого иловайска то есть напомню 18 числа был взят иловайск 19 20 21 22 находились там наши войска и добробаты и сбройной силы украины их назад не отзывали а сил достаточных чтобы вторую полную города захватить не давали 23 числа появилось сообщение о вводе российских войск 23 24 25 никто не реагировал все готовились параду потом отмечали этот парад 20 восьмого числа насколько я помню родственники бойцов и не войдут же громадяне вышли в киеве под министерство под а.п. администрацию президента и под генштаб я помню находился как раз после операции в днепров в днепровском больнице имени мечникова выводили меня на прямую связь и мы требовали порошенко присылки этих подкреплений и получается что вот во все это время погибали люди если все сложить вместе возможно цифра получится другая у нас нет других данных ну и вспомните последние события когда волонтеры в днепропетровской области нашли могильник целый с вещами личными иконками детские письмами жетонами бойцов погибших под иловайском который в четырнадцатом году бывший начальник милиции полиции свалил просто да присыпали землей и нашли сейчас только по запаху то есть что было на самом деле я думаю что мы узнаем только после смены власти поэтому цифры могу оперировать только официально если не трудно проясните про ясиноватую которую упоминал муженко ну муженко много чего наговорил самое главное что вы должны понимать существует два три измерения первое измерение это официально то есть официально мвд официально национальная гвардия украины предоставила все документы сначала комиссии парламента по расследованию лавайской трагедии а потом следствие о том что батальоны азов шахтерск донбасс были свитязь миротворец днепр один были официально по приказу выделено распоряжение командование а то вот приказ и ими командовал непосредственно командующий сектор хамчак над ним был муженко есть документы о том что операцию по освобождению донецка частью которая являлась операция иловайского разрабатывал генерал назаров это начальник штаба а то подчиненный муженко утверждал муженко и порошенко без посреди и есть приказы которые давали сбройным силам и непосредственно тем соединениям которые были прикомандированы все это есть в уголовном деле но уголовное дело засекречено и не передается в суд есть только доступ народным депутатам ну и все засекречено до свидания эти документы в общем-то публиковались как и отчет комиссии верховной рады 2 ипостась это заявление муженко порошенко порошенко заявил о том что на три дня запоздала помощь но помощь шла матер заявил что было всего лишь 168 солдат на тот момент боеспособных не было никакой помощи муженко сначала заявлял чтобы добробаты сами себя высекли потом все таки признал когда появились документы что был приказ но там начал оправдываться я не я хата не моя хотя по уставу и по всем приказам несет ответственности эти люди и верховная рада предыдущего созыва когда все это расследовала так и сказала назвала их фамилии есть третье измерение это измерение наглых тварей которые наняты за деньги которые воруются у министерства обороны в том числе россияне наняты которые пишут всякие сказки в фейсбуке рассчитан на нековерных людей о том что семенченко послал не только свой батальон а я командовал всеми соединениями и послал туда сбройные силы о том что мы там в днепропетровской областной державной администрации нам деньги какие-то дали о том что это вообще был наша операция чтобы какую-то собственность отжать ну муженко это не может говорить сам потому что мы тут же прихватим за язык но это разгоняется чтобы людей ну скажем так переубедить и они затягивают суд рассчитывая что за такие ресурсы имея такой сми настроить людей против тех кто требует суда самое главное самое главное чтобы кто не говорил мы требуем открытого суда на суде будет ясно всем кто конкретно виноват мы для этого его и требуем все сказки о том что дескать там нас меня например не привлекает к ответственности потому что у меня депутатская неприкосновенность это просто наглая ложь которую своей пастве рассказывают про работе и про записи генштаба потому что на самом деле с депутата депутатская неприкосновенность особенно оппозиционного который всех задолбал вроде меня снимается вот так на раз сколько уже было снято подальня идет гпу и большинство голосует нету никаких оснований есть просто пропагандистская машина проходит время люди забывают они этим пользуются поэтому всерьез разбирать что там болтает муженко я с ним готов общаться только на суде кстати наш комитет спитальна с беспеки и обороны потребовал после взрыва складов муженко в отставку ну порошенко этого не слышит следующий вопрос михаил чуб следующая комиссия уже назвала злочинцев порошенко муженко гильотеев да назвал можно поискать в интернете эти материалы следственной комиссии верховной рады по и лавайску они принципе доступны на днях по тв в одной из передач назвали как салатугина в луганской области во время лавайского котла когда один за одним прошли 40 российских танков кто их пропустил еще раз людей обманывают пользуясь тем что у них нет времени в этом разбираться им рассказывать некую скомканную версию и лавайска вот дескать семенченко там всех туда скорбаном завели после этого сами сбежали после этого был котел на самом деле еще раз услышите 18 19 числа был выполнена боевая задача и на его войска была взята несмотря на все сказки про бетонные укрепления несмотря на все сказки которые рассказывают всякие члены радикальной партии во время выборов 14 года про полученные там комбатами деньги и прочее нет ни одного доказательства и еще раз все было нормально нужно было либо усиливать нашу группировку либо выводить после этого 19 20 21 22 никаких окружений не было потом 23 24 25 российские войска беспрепятственно вопрос кто их пропустил тот кто ответственный за нашу оборону а именно начальник генерального штаба и командующий сектором они несут ответственность за все это штаб а то его координировал муженко и назад и когда заходят танки ответственность несут те начальники которые отвечают за оборону этих участков дальше после этого можно было прорываться через сепаратистов вывести из города хлопца либо усилить непосредственно войсками были войска все это блехняши их не было я лично в комсомольском когда из больницы поехал туда надеюсь что хлопцы сейчас выйдут поехал на скорой фактически потому что был после операции видел целую бригаду национальной гвардии с новыми израильскими автоматами ну под израиль скажем так с новой техникой которая стояла и особого желания в бой рваться не испытывал и я их видел совсем недавно на грушевского как раз таки и отвечал этим офицером которые пришли разгонять ветеранов на грушевского почему вы сволочи себя в комсомольском так не видит храбро и котел появился только после восемнадцатого девятнадцатого двадцатого двадцать первого двадцать второго и после того когда 23 24 25 ничего не делали нашей власти для того чтобы вывести хлопцев либо прислать им подкрепление поэтому котел образовался не от того что кто-то кого-то завел в иловайск это бред а от того что когда уже были в иловайске мы и кричали о том что нужно прислать подкрепление родственники хлопца выходили в киеве ничего не муженко не порошенко для этого не сделал просто занимались войнём рассказывали что помощь идет сами готовили парад сами себе вешали звание и потом их отмечали все истории о том что на параде находились курсанты которые всего лишь три месяца держали в руках автоматы не умели стрелять это разговоры рассчитаны идиотов потому что добровольцы которые были и освобождали города лисичанск попался под моим непосредственно командование выловая заходили еще меньше держали в руках автомат для того чтобы человеку научиться стрелять нужно вообще один месяц это стандартная подготовка помните называется курс молодого бойца просто к сожалению у нас есть люди с маленьким куриным мозгом которым вот это чешут и чешут они все это верят и слушают следующий вопрос по поводу того что я там якобы когда требовал вместе с другими журналистами войсковыми подкрепления рассказал россиянам через свои посты о том что в уловайске находятся наши хлопцы опять же рассчитано к сожалению на людей темных и забитых если что-то кому-то нужно рассказать для этого не нужно писать пост для этого нужно поднять трубку и набрать телефон если какой-то шпион действует зачем писать пост объясните мне пожалуйста это уже бред порошенко использовал потом и после дебальцева так так та же самая история людям рассказывали что там из-за того что там написали пост все сорвалось на самом деле россияне прекрасно знали что происходило в оловайске потому что в иловайске с одной стороны были наши с другой стороны орки эти орки которые находились в оловайске имели нормальную связь с россиянами они сами россиянами по сути и были и нужно быть дебилом чтобы этого не понимать ну я понимаю что у нас люди есть разные для этого еще и объясняю но вопрос конечно очень интересный почему арта не ведь плицевала тогда по кельцу без понятия точно по той же причине что не было направлено помощь хотя она была почему все четыре года молчат родственники погибших котлах друзья а почему родственники погибшие небесные сотни молчат очень многие подумайте потому что люди есть люди к сожалению да туди взагалей никто не в миф воеваты так первое если мы говорим про офицеров и генералов они закончили военные училища за народные деньги где научили их воевать второе они закончили академии конкретно муженко закончила ленинградское пехотное командное училище командовал бригадой был в ираке история о том что взагалей никто не умел воевать оставьте для идиотов люди которые добровольцы даже пришли вообще не умеющие воевать вчерашние предприниматели врачи шахтеры висковые которые уже там на пенсии были они научились за месяц так воевать что освобождите освободили лисичанск попасную это и так далее поэтому ну я себе представляю вот это вот си человек и он по ушам бабушки money получат что не умели воевать как не умели если их учили для этого тратили деньги а если человек не умел воевать так это нужно снимать и садить все в тюрьму потому что кто допустил людей не умеющих воевать до руководства войсками в военном военное время вы чего кто лично вам дал команду направиться в его войска мне лично команду выдал именно два человека первое командующий сектор хамчак которому мне наш батальон донбасс приказом по нацгвардии передали в распоряжение беспосредния сил а то и мвд видение которое находится нацгвардия это все уже подтвердило еще пятнадцатом году второе я держал непосредственную связь с командующим национальным гвардией полтораком нынешним министром обороны все мои действия были в исполнении вышестоящих приказов мы приказы эти выполнили а именно 18 числа батальон под моим командованием полностью взял половину иловайска без единого погибшего я еще несколько хлопцев были первыми серьезно раненными ранены на следующий день фактически когда попали под обстрел на передке планирую дальнейшие действия по заходу во вторую часть иловайска когда виновные за смерть в пустую наших солдат принесут наказание я бы не хотел говорить про смерть в пустую потому что именно те твари которые обманывают народ выгораживая наших генералов и президента они по сути родственникам говорят что эта смерть в пустую ведь если саменченко месяц там скорбан еще с кем-то куда-то кого-то завел а все государство стояла где-то и ничего не видела то вопрос ну это и есть смерть в пустую я так нищета я считаю что люди погибли за родину за это им честь хвала низкий поклон и мы обязаны ради того чтобы смерть не была в пустую довести до конца расследования очистить ряды армии и верховного командования от людей сотрудничающих с оккупантами есть основания считать что это не просто неумение а это предательство конкретно значит и вот чтобы смерть не была не в пустую нужно это сделать когда принесут наказание после этой очистки раньше не получится сейчас не придают даже дело в суд просто брехливую пропаганду запустив по интернету по соц сетям по сми общие вопросы я в прошлом эфире говорил о том что пашинский руководитель комитета спитальной нацбеспеки обороны где я и первым заступникам это назначаемые должности избираемые прошу прощения то есть депутаты беспосредне входит в тот или иной комитет разных фракций и там располагаются что их выбрали командиры командиры батальонов ну да я и сейчас готов это в общем то подтвердить значит потому что это на самом деле правда давайте наверное я включу свет потому что уже темно пока мы с вами разговаривали пока мы с вами разговаривали уже стало темно давайте я покажу просто кто забыл да действительно пашинского назначили именно командиры батальонов именно короткая память людей во многом делает работу власти очень простой вот статья те кто хочет найти 1 12 2014 народный фронт требует комитет в рп нацбеспеки и обороны боевые комбаты военные эксперты избранные народными депутатами восьмого созыва обратились главе верховной рады украины в сообщении в обращении подписаны дмитрием ярышем андреем билецким андреем тетеруком евгением дядием 150 матиченко иметичу ком говорится о том что должность главы комитета рады по вопросам нацбеспеки и обороны должен заняться красоте народного фронта и вот такая фраза в частности в первый месяц после победы майдана именно председатель народного фронта турчинов поруби пашинский аваков карниле работу бла 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 на нас есть стратегия так еду нужноовать преседный народного фронта причы она фонта был порушенский он и у нас Поехали дальше. Следующий вопрос. Если Минский договор не утвержден в парламенте, какие могут быть правовые последствия для Украины? Ссылки на Минские соглашения незаконны, потому что Минские соглашения не ратифицированы парламентом. Абсолютно правильно. Но Порошенко не в первый раз здесь нарушает закон. Он превышается и полномочий. Он не имеет права это делать. Потому что эти все соглашения должны быть зарегистрированы и одобрены парламентом. Тогда они вступают в силу. Однако, пользуясь тем, что он глава государства, через нашу дипломатию текст Минских соглашений вошел в текст резолюции Организации Объединенных Наций. И создалась очень серьезная правовая коллизия, которую нам еще предстоит разгребать. Семен Каткулы, мы уже почнем диеты, скидки, ше-чекаты. Дружи, ну смотри, если ты помнишь, когда на Грушевского 3 марта разгоняли хлопцев, ветеранов, пришло аж 50 человек на допомогу. Для того, чтобы серьезно отстаивать наши интересы и не иметь возможности быть разогнанным беркутом, избитым и прочее, нам нужно нормально организовывать систему патриотов, чтобы можно было быстро собрать людей, систему оповещения, систему информирования. И мы сейчас занимаемся организацией общественного движения «Рух вызывания». За вызывами Украины ведь олигархи-витезрадников. И второе, у нас должны быть наши силы, которые не позволят нарушение закона Украины избивать людей, подкидывать им гранаты, завтра стрелять они там еще начнут. Силы обороны Украины мы тоже создаем. Лето – это время, когда масса людей у нас на заработках, на море, на даче, на огороде. И вы это прекрасно знаете. Я знаю, что все это время активные люди сидят и думают, когда, когда, когда. А в это время мы видим борьбу за свои права румын, европейской страны, Молдавии, Армении. Но вы не должны забывать, что кроме активной части населения существует большинство, которые летом отдыхают. Поэтому я на рабочем месте, вы, я вижу, тоже готовы. Осенью начнем организовываться. Про золотое. Меня тут спрашивает один боец, который находится сейчас в золотом. Когда же мы его брали? Что я там рассказываю? Поясняю. Золотое – это поселок в Луганской области. Я не говорил, что мы его брали. Когда летом 2014 года, в июле месяце батальон Донбасс взял штурм по опасную, на следующий день мы выдвинулись и вместе с подразделением 24 бригады освободили Лисичанск. И после этого мы пошли на, сейчас одну секундочку, на Первомайск. Рядом Первомайск находился. И золотое тогда, через которое мы проходили, уже не было сепарским. Оно все это время было ничейным, в серой зоне. Там есть несколько золотых. И все рассказы о том, как освободили золотое в 2018 году – это все чес и чепуха. На самом деле золотое уже к 2014 году залято не было. Мы его не штурмовали, мы его проезжали. Не было там никого. И после этого там были еще и эйдаровцы, и другие добровольцы. Поэтому рассказывать о том, что тут у нас штурмуют города, все города были освобождены, когда были боевые действия в 2014 году. После этого, к сожалению. Погнали дальше. Как можно записаться в батальон Донбасс? Есть боевой опыт. Пишите в личку. А можно ли создать украинский батальон наемников за деньги олигархов и депутатов по принципу французского религиона? Первое. Все идеи отправить судей, прокуроров и детей депутатов на фронт – утопия. Даже если мы их отправим на фронт после победы, они сбегут к врагу. Очень многие. Потому что у нас депутаты многие летают в Крым, ездят себе в Москву. Зачем им это надо? Будут они воевать. Но могут рассказать сказки о том, как они воевали. Что касается французских регионов и прочего, я считаю, что нам нужно легализовывать частные военные компании. Это, в общем-то, общемировая сейчас практика. Потому что, например, сказать о том, что у нас обычная частная военная компания охраняет какой-то склад в серой зоне. А тут какие-то российские туристы появились, начали стрелять. Пришлось для защиты склада их уничтожить и зачистить всю прилегающую окрестность. Но мы не нарушаем минские соглашения, это же не армия, а частная военная компания. Нас там нет. Вот их там не было и нас там не будет. То есть, эта идея, которую я полностью поддерживаю, она очень интересная. Теперь вопросы, которые я назвал каверзные. Друзья, я прошу прощения, вопросы, конечно, ниже пояса, но я думаю, что полезно будет тоже послушать. А что вы делали в Донецкой Раде или что это было? Интересно просто. Ну, это из области слышал звон и не знает, где он. Тут же подсоединяю сюда вопрос. Смён Гришин, ты лучше расскажи, что ты делал в горсовете Ордло, когда захватывает Донецк и Луганск. Смотрите, здесь то же самое, как и с Иловайском, используют, что люди не разбираются. Они вот прочитали где-то заголовок, что там Валька-проститутка, а то, что это не Валька, а Петька, уже никто не разбирается. Точно так же, как и по Иловайску рассказывают. Зашли, убежали, котёл. Хотя на самом деле там была история растянутая на больше, чем 10 дней. В марте 2014 года мы, жители Донецка, я родился сам в Севастополе, мои дети родились на Донбассе, жена моя оттуда, увидели, как только что у нас отжали Крым. Без единого выстрела, фактически. Что было после этого? После этого мы поняли, что вот эти пророссийские выступления, которые у нас начали происходить в марте 2014, они до добра не приведут. Но для нас было дико тогда ещё. Какая ещё Россия? К тетушкам мы привыкли, к Ахметовским привыкли, а какая Россия? И поэтому, когда в городе ещё висели в марте 2014 года украинские флаги, в центре города, в гостинице сидел украинский так называемый губернатор, голова облсовета, прошу прощения, обл администрации, Тарута тогда был. На милиции и военкомате развивались украинские флаги. А орки собирались просто иногда на митингах, и тогда ещё оружия даже ни у кого не было. Местный начальник полиции, Романов такой, запустил в здание ОДА пророссийских митингующих. Никакого города захвачено тогда не было. Для нас это была дикая экзотика, потому что мы не видели в Донецке пророссийских никогда маргиналов. Там большая часть вообще была привезена хрен знает откуда. Я был начальником штаба Донецкой самообороны. Пошёл туда, благо меня никто не знал, для того, чтобы посмотреть, каким боком ли милиция сдаёт фактически пророссийских митингующих обл администрацию. Посмотрел, увидел выступающего Романова, который рассказывал про порядок, увидел этих депутатов. А внизу, когда захватили сам зал заседания, внизу, на другом этаже, сидел Грифон с украинскими пропорами. Весь город украинский был. Эту историю, пользуясь тем, что я не боялся, не прятался в кусты, а ходил, выяснял, узнавал, поднимал людей. А в конце, когда я понял, что нужно только воевать, создал батареон Донбасс, историю превратили и чешут по ушам людям, что там было захвачено кем-то Донецк уже, а Семенченко чуть ли не с Георгиевской ленточкой где-то ходил. Всё это брехня. Вы можете набрать по интернету надпись Семенченко, Донецкая обл администрация, а потом просто постоять мои пояснения. Ну, я думаю, что наоборот нужно сказать, что молодец Семен, не сидел ни пояс задних. Я думаю, что своей дальнейшей деятельностью показал, собственно, на чьей стороне и всегда был на чьей стороне. А что касается всех этих рассказов, то я к ним привык, но, к сожалению, люди, которые этим занимаются, они полностью не уважают народ Украины. Потому что рассказы о том, что нужно посты писать для того, чтобы слить какую-то информацию, хотя можно позвонить по телефону, это уже ни о чем. Это, ну, надо человека полностью считать за идиотом. Погнали дальше. Вопросы, в принципе, все такие. Но я думаю, возможно, будет интересно. Гришин, як гадаешь, довго вид расплаты, бига ты зможешь. Я хожу без охраны спокойно по Киеву. Я хожу без охраны по любому городу Украины. Поэтому, если кто-то тут хочет какую-то расплату мне устроить, пожалуйста, вот приезжайте. Садовая 3А. Ну, только я сомневаюсь, что ты приедешь. Там на сходе Кацапы наступают, а ты тут болтаешь, короче говоря. У меня ответ простой. Поднимай свою жопу и иди отбивай наступление Кацапы. Я хочу сказать, что нам нужно понимать, что есть внешний враг, а есть внутренний враг. Мы уже один раз были наивными, когда думали, что силами батальона, силами добробатов, пусть самые героические, можно решить вопросы, когда в тылу находятся ворог. Закончилось чем? Иловайским котлом, потом у других хлопцев ДАПом, потом у нас же закончилось Дебальцевым. И сейчас мы видим, что у нас Россия, к сожалению, рост инвестиций. Первое место по инвестиции. Необходимо понимать, что государство должно быть украинское, и что за спиной украинского солдата должны быть не люди, которые торгуют с врагом, и которые перемирие устраивают и рассказывают сказки народу, хотя разворовывают страну, а должна быть украинская власть. За нее нужно бороться. Поэтому всех отправить на восток сейчас, чтобы вы здесь воровали, беспрепятственно, не будет такого. Порошенко и его пристани пойдут в тюрьму. У нас будет украинская власть. Нам для этого нужно очень много потрудиться. И я с удовольствием, как и в 15-м, и в 14-м, пойду на фронт. Потому что, я серьезно говорю, видеть эти рожи каждый день, купаться в потоках дерьма, которые рожи на нас льют, гораздо менее комфортно, чем сидеть под обстрелами рядом с хлопцами, где все просто и понятно. Вот ты, вот твой друг, вот твой враг. Поэтому, сколько... А, спрашивают, почему вы... что вы закончили за курсы разведки в Москве? В 2008 году я... Я получил... В московском государстве... Короче, в Афгике получал еще одно высшее образование. Если кого-то это волнует, я хочу напомнить, что главнокомандующий с бройными силами Украины, генерал армии Муженко, закончил Ленинградское пехотное училище. А президент Украины Порошенко служил в Советской армии. Удачи, дальше фантазия. Откуда после первого взаимодействия с фронта у вас взялись новые Прадо и Тау-Грег общей стоимостью 100 тысяч долларов США? Все свое имущество я полностью задекларировал. У меня нет квартиры, потому что она осталась на куперных территориях. Я снимаю квартиру для семьи и мне выделяют гостяничный номер, пока есть депутат, потому что я не имею жил площади. У меня нет машины, не нажил, нету, блин, счетов в банках. Вы, слушайте, массовые деньги откроют, что я себе, распрощение, зубы не могу ставить, потому что нет у меня столько денег, сейчас это очень дорого стоит. Какие еще машины? Если бы у меня были какие-то доходы, нетрудовые, как говорится, будучи настолько в контрах с властью, у которой СБУ, полиция, прокуратура, НАЗК, тут давно бы меня уже распяли за это. Какие еще Тау-Греги? Я вам расскажу технологию производства этих Тау-Грегов и Прадо. Например, приезжаю я в какой-то город, встречает меня какой-то местный депутат, либо активисты. И у кого-то из них, например, джип. Они меня подвозят, например, от станции железнодорожной до места проведения встречи с людьми. При выходе из машины меня можно сфоткать и сказать, он у Семенченко, Мерседес. А еще лучше, когда я еду, например, в Европарламент, там такси, тоже марки Мерседес в Европе, очень много их. Тоже можно сказать, что у меня Мерседес. Все свои имущества я задекларировал. Я считаю, что, и декларирую постоянно, и я считаю, что если человек приобрел за время нахождения в парламенте имущество, ему нужно гнать. Потому что, или он не может что-то пояснить. Я у себя все могу пояснить, а пояснение своих фантазий, пожалуйста, не ко мне. Почему к вам плохо относятся мои знакомые добровольцы? Уважаемый друг, вы должны понимать, что, наверное, я один из немногих людей, на которых выливается такой большой объем дерьма. В соцсетях, по телевизору, по радио. Работают, например, со спилками ветеранскими избушники, запускают все это слухи. Периодически потерявшие совесть бывшие добровольцы, есть у нас несколько, скажем так, субъектов, проводят пресс-конференции, чтобы показать, как ко мне плохо относятся добровольцы. Естественно, могут быть люди, и они есть, которые в этой пропаганде появились. Обычно они меня даже не знают. Поэтому мой вам совет. Вот я вам говорю о том, если вы хотите разобраться. Будете в Киеве, напишите мне в личку, берите с собой своих добровольцев, которые плохо ко мне относятся. Если это нормальные люди, я думаю, нам хватит 10 минут пообщаться, выяснить то, где был, разобраться. Еще и чай выпьем. Люди есть люди, к сожалению. Мне тоже нелегко это дерьмо все выдерживает. Но, знаете, кроме тех людей, которые относятся плохо, есть те люди, которые, например, вчера я встретил с попасной работников школы, попасной, которые непосредственно мы освобождали, которые там жмут руку. Человек из Крыма, который уехал еще в 15-м году сюда, женщина сегодня. Масса других людей. Вот недавно было 28-29-го, поминальные фактически дни по Иловайску. И я массу увидел людей, которые 28-го в 14-м году, в августе, выходили требовать от Порошенко подкрепления. То есть для меня это, как знаете, такой подзарядка. Есть всякие люди. Почему плохо относятся? Потому что, ну, у нас людям лапшу на уши повесить очень плохо. Очень просто. Есть те, которые хорошо относятся. Я не долг, чтобы всем нравиться. Сколько перед походом на фронт у вас было кредиторов? Один. Был кредитор, кредитовались в этом самом, как предприниматель. Все деньги ухнули на батарею на Донбасс. Больше кредиторов не было. Что вы делали в Донецкой Раде? Отвечал, Семен, хочется тебе верить, а ли чему ты говоришь российскую? Ты же депутат ВР. Поясням. Недавно я встречался с мониторингом миссии ООН, чтобы вы просто поняли. Которая рассказывает о том, как украинские добровольцы убивают русскоязычных жителей Донбасса. Пытают их. Помните, доклад целый сделали? Есть масса российской пропаганды, которая и на оккупированных территориях работает, и на нашей территории. Недавно Жириновский требовал разорвать с нами все договора от Путина, потому что здесь убивают за русский язык. Я в Раде говорю украинскую, как народный депутат. Здесь я вынужден, если взял на себя такую функцию, как в 2014 году, так и сейчас работать нашей украинской пропагандой. Показывая, что вот я депутат Верховной Рады Украины, я за Украину готов отдать свою жизнь, и у меня масса товарищей это уже и сделала, к сожалению. И я говорю по-русски. И никто меня не убивает. Поэтому я прошу потерпеть эту пропаганду еще немножечко. Это наша пропаганда, потому что я считаю, что нужно доказывать, им показывать смехотворность всех и всего этого бреда. Поэтому я вас понимаю, когда выступаю в Раде, говорю украинскую. Так, остальное питание. Я тоже добрый пометаю, ци дни. Семенченко сбит на больничку и кинув хлопца в Помераты. Теперь разумею, что цех то винный спланував. Ля-ля-ля, тря-ля-ля. Меня, конечно, скажу честно, в 2014-2015 году это сильно очень оскорбляло, обижало и прочее. Я сейчас привык. Так уж получилось. Еще раз. Кто хочет разобраться со всеми моими ранениями, делает просто. Заходит в интернет, заходит в Facebook и набирает аккаунт президента Порошенко, который 21-го или 20-го числа написал, что он говорил с моим врачом. Все будет хорошо с нашим комбатом, как меня прооперировали. Второе. Есть масса людей и начальник больницы, руководитель имени Мечникова, и начальник хирургического отделения, которые за эти 4 года, их неоднократно оплачивали журналисты. Поищите в интернете, массу материалов они описывают четко. Куда меня ранили, как меня ранили. Следующее. Еще раз. Идет расследование Лавайста. Если было что-то неправильное, незаконное или выдуманное в моих действиях, то они не просто бы болтали в интернете или либо грязь, а давно бы уже провели бы экспертизу и всем бы все показали. У меня под сердцем осколок. У меня осколки в бедрах. Это с 2014 года. Поэтому я сейчас жалею, конечно, что я поперся на передовую. Лучше бы мне было слушать надо умных людей, что нужно было сидеть на командном пункте. Но поймите, у нас, добровольцев, люди были очень многие необстелены. Это не кадровое подразделение. Например, когда в Попасной первый раз после первого штурма мы откатились назад, то есть вернулись на исходные позиции. Потом, после того, когда мы понесли потери, мне приходилось одевать автомат и идти фактически в цепи туда, чтобы люди видели. Нужно самим вести в бой. Я тогда взял народного аттестата «Березу» нынешнего. Он был командиром Днепра-1. Мы поехали на передок, чтобы проконтролировать и сделать революционировку, лично убедиться, чтобы можно туда наступать. Первый полный город мы взяли без единой потери. Должны были взять вторую. И в этот момент был обстрел. Я шел, к сожалению, слишком медленно к машине. Надо было бежать, но нужно было мне показать всем личному составу, что я не боюсь, потому что я от них этого тоже требовал. Получил эти ранения. Сейчас вернуться бы назад, конечно, я бы в эту историю не попал. Но это война. Это я объясняю людям умным. Если просто кто-то меня там хочет оскорбить, на меня это, собственно, уже не действует. Вы уже вылили столько дерьма, что я к нему привык. Друзья, я закончил. Вроде бы. Значит, постараюсь завтра в это же время выйти на связь. У нас будет интересная очень тема. Извините, что сегодня затянул эфир так надолго. Вопросы можете писать внизу. Значит, завтра обязательно... Сначала для тех, кто хочет послушать тему, кратко ее расскажу. А потом для тех, у кого есть больше времени, отвечу на вопросы. Всех поздравляю с начала нового учебного года. Особенно у кого есть дети. Мои научились кататься, ну почти все, на велосипеде. Я обычно скрываюсь от... Как там... от возмездия, как там пишут, на ВДНХ. Вот здесь, в Горьково. Там хорошо кататься на велосипедах. Надеюсь, что осенью мы все отмобилизуемся. Всех благовидеть. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!